Идем дальше, и вот обращение, которое мы получили на наш номер в Вайбере, причем их сегодня два, и оба мы начинаем вот с этих обращений от Петра Петровича, нашего народного корреспондента, как мы его называем. Петра Петровича интересует, обязан ли хозяин, он же ИП, написать нормальным шрифтом правду о том, что он продает не квас, а квасной напиток, и не уменьшать размер букв, что и в очках не рассмотреть. Ну, Петр Петрович уже три года устно просит продавщицу, чтобы исправили шрифт, вот даже вот видите на фото, что шрифт совсем маленький-маленький, но пока покупатели не идут навстречу. Я вам хочу сказать, что я Петра Петровича поддерживаю очень часто в магазинах, информация, которая не очень выгодна продавцам для распространения, она пишется таким, что, собственно, я чуть моложе Петра Петровича, но сам не вижу этой надписи. Так что, да, вот ваше мнение. Данная ситуация очень интересная, видите, как схитрил продавец, квас написал крупно, а то, что это квасной напиток, очень-очень уменьшил. И мы же с вами знаем, как мы читаем информацию, да, мы крупное прочитали, а мелкое практически не читаем. И воспринимаем как квас, либо только если в очереди будем стоять и от нечего делать, таки дочитаем до конца. Вот в данной ситуации, безусловно, продавец пытается ввести потребителей в заблуждение. Формально он выполнил требования законодательства, указал на достоверную информацию о том, что это не квас, а квасной напиток. Но здесь можно говорить, конечно, о том, что все равно это потребители вводят в заблуждение, поскольку часть информации выполнена очень мелким шрифтом. Поэтому я рекомендую нашему Петру Петровичу в этой ситуации не только самостоятельно бороться, но еще обратиться в исполком, для того, чтобы ему помогли навести порядок у полномочий. Но вот с юридической точки зрения ведь не подкатаешься. Или есть какие-то нормы по размещению? А вот здесь может идти речь о том, как я уже говорила, что потребитель вводится в заблуждение. Надо, конечно, смотреть, как это написано вживую, как это воспринимается, эта информация. Но все-таки недобросовестное поведение продавца здесь налицо. Анатольевна, а разве нет таких норм, когда вот можно писать, допустим, чуть меньше или чуть крупнее, ну, в процентном соотношении? Вот как-то большой е-шрифт и чуть поменьше. В процентном соотношении действительно в законодательстве о торговле установлены определенные требования для определенной информации. Это касается, например, указания стоимости товара за один литр, либо, если мы говорим о скидках, да? Вот, вот эта информация, к ней установлены требования к размеру в процентном соотношении к основной надписи. Но я, кстати, заметил, в последнее время в магазинах почти во всех стала появляться информация в килограммах. То есть оно в упаковке 200 грамм, но килограммы, сколько это стоит, есть, и я так понимаю, что это да, что это действует. Да, и это позволяет действительно осознанный выбор сделать потребителю, потому что иногда маленькая упаковка и небольшая цена нам кажется, что это дешево, и мы можем приобрести. Когда мы смотрим, сколько стоит килограмм, тогда мы имеем возможность сравнить с другими товарами аналогичными, да, и посмотреть, какой все-таки мы выбираем по цене. Ну и в...